Уфимская художница провела выставку у себя на даче. Здесь, в садовой мастерской, 40 километрах от города, Елена Веревкина проводила карантин вместе с красками и холстами. Написала много работ и решила поделиться своим творчеством с людьми. Подумала, надо как-то восполнять культурную жизнь, не все же просто в грядках колупаться. Позвала соседей, пригласила, мы здесь организовались. Так же, как в галерее, только на даче. Тема коронавируса не обошла художницу стороной. Ей она посвятила небольшую серию работ, в которых много символизма. Это и яркая цветущая герань, и отталкивающая колючая проволока. Одна из самых запоминающихся картин клетка сейчас висит в центре современного искусства облака в Уфе. Испытала очень много эмоций в этот момент, пока я ее писала. То есть я решила, что моя клетка не будет клеткой. И эта клетка, если заметили, она растворяется солнечным светом. К коронавирусу Елена относится спокойно, ведь есть и более серьезные заболевания, чем COVID-19. Так на ее глазах от рака умирала свекровь. Елена не раз приходила навещать ее в онкодиспансер и видела, с какой скоростью заполняются койки. Мы с ней познакомились как раз первый раз 25 лет назад в онкодиспансере, пришли ее навещать. И так получилось, что попрощались тоже там. За те 25 лет, то есть я же помню, какие были палаты. Сейчас там просто места нет койки. Но людей это не пугает, потому что все считают, что это их не может коснуться. А тут какой-то грипп, но я же могу заболеть, я же могу оказаться в тяжелом положении. Елена привыкла к трудностям, но не привыкла опускать руки. Справляться с переживаниями помогает любимая работа. Любая деятельность такая, это и есть элемент арт-терапии. То есть ты можешь пойти, допустим, излить свою злость на кого-то, там, свои переживания, свои нервы, а можно просто взять и выразить это на бумаге. Елена рисует каждый день, причем в любом месте и положении. Даже во время разговора с нами продолжала работать. Такая любовь к живописи идет с детства, но художникам она стала практически случайно. Училась на архитектора и работала по профессии более 10 лет, пока ее семья не купила дачу. Началась как бы карьера вот с этой двери. То есть получается очень символично, что я ее открыла. Когда мы купили эту дачу, я увидела, что здесь натянут холст. Я привезла краски, и пока ребенок спал, я быстренько сделала зарисовочку на ней такую детскую еще, тут не очень уверенную, но такую. То есть мне как-то вот захотелось после этого писать, и я просто стала это делать все чаще, чаще, больше и больше. Греция, где-то здесь вот Прага в прошлом году на парке рисовала, сидела. Больше всего Елена любит природу и путешествия. До карантина она часто выезжала работать на пленэре в Башкирии, а из каждой поездки за границу возвращалась с новой картиной. Елена рисовала и Турецкое море, и горы Армении. Закрытые границы для художницы самое большое испытание. Но она не унывает, свои мечты пишет на холсте и верит в их скорое воплощение. Я сейчас пишу по эскизу, которую сделала в прошлом году с натуры, недалеко от поселка Бали, это в Греции, на Крите. Мне нравится, когда смотришь на море, и оно просто меняет цвет, освещение, то есть утром оно, но вечером другое. Совершенно другие оттенки появляются, которые не передать словами, которые нужно только сидеть писать, писать и писать. Увидеть работы Елены можно в Уфе, в современном центре «Облака» и в выставочном комплексе ВДНХ. Анонсировать новые выставки пока рано. Сейчас она планирует продолжать работать и, несмотря ни на что, не впадать в депрессию. Ведь, по словам художницы, это в наше время непозволительная роскошь. Екатерина Дейнека, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.